А в Твери воспитанники интерната номер один в этом году получили возможность познать азы растеневодства, а также воплотить их на практике. Учебное заведение к Новому году оснастили умным и полезным оборудованием, который поможет превратить рутинный учебный процесс в интересное приключение. В частности, у школы-интерната появилась своя теплица и класс домоводства. Педагоги на деле испробовали нововведения и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой. Сегодня на уроке мы будем выращивать салат. Это самый обычный урок, только не привычной биологии, а растеневодство. Обучающий курс начинается с простого, с того, как сажать и выращивать неприхотливые культурные травы. Ребята выращивают различные виды зелени, салаты, горчица и так далее, укроп. Дети сами готовят контейнеры под рассаду, заполняют их черноземом, затем сажают семена, поливают и в дальнейшем ухаживают за рассадой. В этом году в школе появился новый предмет – растеневодство. Здесь ребятам дают не только теоретические, но и практические знания. Гордость школы – умная теплица, в которой можно выращивать овощи круглый год. В ней есть отопление, подсветка и даже автоматический полив. Педагоги говорят, что детей теперь не надо на занятия звать, бегут сами. Очень радостно нам, взрослым, наблюдать, как растет мотивация к обучению, как с удовольствием они этим всем занимаются. В том числе это имеет значение и для педагогов, для их профессионального роста. Поскольку педагоги работают на современном оборудовании, интерактивном оборудовании, которое требует постоянного повышения их профессионального мастерства. А все это в целом создает комфортные условия для обучения и воспитания наших детей. Помимо теплицы в школе переоборудовали коррекционный кабинет. Здесь теперь есть все необходимое, чтобы помочь детям с особенностями развития, овладеть теми или иными знаниями и умениями, необходимыми в дальнейшей жизни. Это и место для отдыха, и всевозможные умные доски и картинки. Набор дефектологов, которым представлены различные блоки и по развитию письма, и геометрические фигуры, и пространственное ориентирование. То есть все, что необходимо таким детям. Помимо этого был переоснащен класс домоводства, компьютерный класс, в кабинетах появились интерактивные доски. Все новое оборудование появилось в рамках проекта современной школы нацпроекта образования. Оно направлено на внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, а также совершенствование методик по предмету технология. По мнению губернатора Игоря Рудени, в Тверской области важно обеспечить современные условия для развития и социализации детей с ограничениями по здоровью.